Тревогу в феврале забили в региональной федерации профсоюзов. Решение Архангельского областного суда о включении в МРОД районного коэффициента из северной надбавки здесь назвали ударом в спину. В областном суде парируют, в своем решении руководствовали соответствующим определением Верховного суда от 8 августа прошлого года, из которого ясно следует, в МРОД уже включены всесеверные и районные надбавки. В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации, где рассматриваются такие трудовые споры, практика изменилась. Равным образом она изменилась и в судах Архангельской области. Прежде суды региона поддерживали иски профсоюзов об обязательном начислении надбавок и коэффициентов на минимальный размер оплаты труда. Выходило, что работодатель не может за полный рабочий месяц заплатить меньше 12 750 рублей. Теперь же минимальная зарплата может быть 7 500. Причем оказалось, что некоторые работодатели начали снижать зарплату своим сотрудникам, не дожидаясь изменения региональной судебной практики. Мы получаем многочисленные обращения работников, мы получаем расчетные листки, вот много их можно посмотреть на столе, где за ноябрь и за декабрь уже 16-го года заработная оплата работников по непонятным ни для кого причинам она снижается. Загвоздка в том, что трудовой кодекс никак не поясняет, из каких составных частей складывается пресловутый МРОД. Поэтому работникам, чей труд и так оплачивается минимально, теперь, возможно, придется еще ту же затянуть пояса. А на руки, значит, 4 аванс и 570 получки. Я за квартиру плачу, ну, 6,5. Так вот. Так мне что остается на житье? Но обеспечить достойную зарплату можно и при вновь сложившейся судебной практике. Трудовой кодекс позволяет регионам самостоятельно определять размер МРОД. Для этого необходимо заключить трехстороннее соглашение между правительством области, профсоюзом и союзом работодателей. Так поступили во многих других субъектах и где-то не стали ориентироваться на федеральный МРОД, те самые 7500, а просто приравняли минимальный уровень зарплаты к прожиточному минимуму. Так, например, в прошлом году сделали в Мурманске. У нас несколько разные подходы с Архангельской Федерацией. То есть наша задача всегда сводилась к тому, что в первую очередь у нас минимальная заработная плата не должна быть ниже прожиточного минимума. Вот это наша основная была задача. В Архангельской области, к сожалению, подобного соглашения между работодателями, профсоюзом и правительством нет уже 6 лет. Становление региональным МРОД не является обязанностью субъектов Российской Федерации. Они наделены правом такого установления. В Архангельской области региональный МРОД не установлен в настоящее время по причине того, что бюджет 2017 года формировался в достаточно сложных условиях и установление более высокой величины МРОД не представляется возможным. Даже в непростых финансовых условиях правительство региона ищет возможности удержать кадры на севере. Об этом неоднократно говорил губернатор Орлов. Хочется верить, что того же желают и работодатели. Ведь в конечном итоге уровень зарплаты конкретного сотрудника на предприятии в первую очередь зависит от его руководства. И наверняка ни одному большому боссу не захочется оставить свою организацию без вахтеров или уборщиков.